Пожалуйста. У всех пациентов была неоперированная спинномозговая грыжа, милами, ингоцелин. Большинство пациентов находилось на режиме периодической катеризации мочевого пузыря в течение длительного времени. Самостоятельно мочилось 10 детей. И у тех и у других, у всех абсолютно отмечалось в той или иной форме недержания мочи. И 8 пациентов находилось на постоянных дренажах цистостомы у одного, ретростомы, катетерфолеи. Дренажи были наложены в учреждения, где дети лечились до этого. И у половины детей отмечался пузырный мочиточник рефлюкс, у некоторых рефлюксирующий ретерогидронефроз. В исследование мы включили детей, которые ранее неэффективно лечились эмхолиноблокаторами, или у них был эффект недостаточный, или имелись противопоказания. У всех детей имелось недержание мочи в смешанной форме, не только императивной, не только сфинктерной. Позыв на мочеспускание у детей был либо снижен, либо отсутствовал, либо имелся его эквивалент. Имелось снижение среднего и максимального объема мочевого пузыря более чем на 30% от возрастной нормы. И у детей была либо, по данным уродинамического исследования, гиперактивность детрузора, либо гипоактивный детрузор с высоким внутрипузырным давлением. Как я уже сказала, все дети получали эмхолиноблокатори от 3 до 8 лет, эффективность была недостаточно. Инвекции мы проводили в дозе 5 единиц на килограмм веса, максимальная доза составила 150 единиц. Мы использовали лантокс из 25-30 вколов из расчета 4-5 единиц на вкол. И дренировали мочевой пузырь, катетер и фолея и одни сутки. При оценке результатов мы проводили исследование на 7-е сутки через 1, 3, 6 и 12 месяцев. Учитывая, что исследование у нас все еще продолжается, естественно, отдаленно, когда там не с 1 год, у нас только у 14 пациентов. Мы оценили ритм мочеспускания, либо ритм выведения мочей катетером за 2 дня, прокладочный тест, сухие интервалы и уродинамические параметры. Объем максимального пазы в интерпузырное давление на максимальном пазе, витон из детрузора на максимальном пазе. Слайд отражает прирост показателей в обследованные периоды в сравнении с исходными. Мы видим, что прирост среднего объема мочевого пузыря сохранялся во время всех интервалов исследования, постепенно снижаясь. Но все равно даже через год после введения объем мочевого пузыря значительно больше от исходного. Максимальный объем при уродинамическом исследовании также сохраняется увеличенным и, как ни странно, через год на 130% превышает исходный. Внутрипузырное давление в среднем снижалось, начиная с 54%, и к 12 месяцу почти достигало исходного. У нас, я повторяю, здесь всего 14 детей обследовано, а в целом до 6 месяцев примерно в половину внутрипузырное давление оставалось сниженным. И тонус детрузера также оставался сниженным в течение всего периода наблюдения. В абсолютном выражении графически это видно более наглядно. Объем мочевого пузыря, внутрипузырное давление, тонус детрузера в течение всего периода наблюдения. Значит, по прокладочному тесту. У нас отчетливые положительные эффекты. 40 больных мы получили у 37. 12 человек полностью удерживало мочу, начиная с седьмых суток и до конца срока наблюдения. Незначительные потери в виде 1-2 эпизодов у 9 больных. Значительное снижение веса прокладок до 60%. Увеличение сухих промежуток до 3-4 часов. Тоже у большого количества больных 16. Ну и группа больных, у которых выражена сфинктерная недостаточность. Они имели почти тотальное недержание мочи. Естественно, мы и не ждали у них, что недержание прекратится. Но вот у шести таких детей появились в первую жизнь полностью сухие ночи. Тоже, я считаю, это очень плохой эффект. Каких-либо побочных эффектов осложнений мы не наблюдали. Те трое детей, у которых эффект был недостаточно отчетливый, мы связываем с тем, что мы, по-видимому, не очень точно рассчитали дозу. Или, возможно, уже подходил к концу срок годности препарат, что тоже немаловажно. Значит, введение ботулинического токсина в детрозу, у этого тяжелого контингента больных, позволило нам снять больных с катетера фолеи, закрыть сестастом уже на седьмые сутки после введения и начать периодическую катеризацию. У трех больных мы смогли закрыть уротерокутанустом, потому что лучшее состояние уродинамки верхних мочевых путей. Трое, у больных выполнена реконструктивная операция на верхних мочевых путях. И у восьми больных исчез пузырно-мочисточниковый рефлюкс. Ни у кого из больных не наросло количество остаточной мочи. Повторное введение. У нас нет такого большого опыта, как Лентия Грибариса Чуспова. У нас всего семь пациентов. И показания к повторному введению мы еще продолжаем изучать. Мы проводили повторное введение на фоне, когда полностью эффект хемоденервации еще не прошел. То есть угасания эффекта полностью не было. Но как бы пытались ввести его впрок, потому что больные предстояли реконструктивно-пластические операции, закрытие стом. В послеоперационном периоде нам хотелось продлить этот эффект. Но надо сказать, что мы не достигли вот такого поразительного эффекта, как при первом введении. Возможно, именно потому, что еще не было полного угасания хемоденервации. И двое пациенток, которые уходили во взрослую сесть, просто по их настоятельной просьбе, они тоже хотели как бы впрок продлить эффект. Ну, получили положительный результат, но не такой выраженный, как в первый раз. Несколько примеров. Пациент, который уже 5 лет находится на двухсторонних уритерокутанустомах, он исчез на полтора года. Через полтора года появился. Простите. Уничеточник в рефлюксе слева у него исчез. Больная находилась длительно на постоянном катетере в связи с постоянным обострением пилонефрита. Через полгода рефлюкса нет. И пациентка, которая трижды проводилась эндоскопическая коррекция, тоже спинальная пациентка, без эффекта. Мы провели на седьмые сутки цистографию, рефлюкса нет. Таким образом, мы считаем, что метод введения бальтолинического токсина в детрузер является высокоэффективным, достаточно безопасным. Приводит к значительному увеличению объема мочевого пузыря, снижению трипузырного давления, тонус и детрузер, благодаря чему улучшается удержание мочи и повышается качество жизни пациента. Длительность эффекта составляет от 6 до 18 месяцев. В ряда больных достигается исчезновение или уменьшение степени рефлюкса. Особенно эффективен метод при подготовке к удалению постоянных дренажей, закрытию стомы или реконструктивно-пластических операций. Повторное введение бальтолинического токсина, по-видимому, показано лишь при полном угасании эффекта после первой инъекции. Однако показания и сроки повторного введения требуют дальнейшего изучения. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо огромное.